Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Онис, и вчера я хотел зайти в свой фейсбук. Я давно туда уже не заходил, больше года. Но вчера мне почему-то очень туда хотелось. Когда я нажал на иконку приложения, началась загрузка. Но через секунду выбило ошибку, что приложение несомместное с телефоном, и что его нужно обновить. Я согласился, и телефон начал с загрузкой обновления. После он запросил перезагрузку устройства, а пока телефон перезапускается... Братва, смотри прошлое видео, где я жёстко по фактам разнёс Анну Портер. И мы с бандой запустили наш собственный хэштег, нахер Портер. И теперь мы форсим его по всему интернету. Так что, братан, после этого видео заценивай прошлое. Ссылка будет повсюду. Куда ни глянешь, ты её найдёшь. Нахер Портер. После перезагрузки на рабочем столе было две иконки фейсбука. Одна обычная, а другая очень странная. Обложка была устрашающего кровавого цвета. Она была окровавленная, как будто кто-то её разрезал. Только от одного воспоминания мне становится плохо. Хотя я не боюсь крови. Мне было очень интересно, что это зарип фейсбук. И я туда зашёл. Он запустился не сразу. Но после загрузки я увидел, что этот фейсбук очень странный. Всё было кровавое. Он был совсем не такой, как обычный фейсбук. Первый, куда меня кинул, это главная страница для входа в свой аккаунт. Он запрашивал у меня мой логин и пароль. В левом углу была надпись фейсбук, только без первой буквы. Эйсбук. А впереди была та кровавая иконка. Ниже были дьявольские лайки. Они были чёрные и в негативе. На эту было жутко смотреть. Я не знаю, что на меня нашло, но я решился войти в свой аккаунт. Было жутко смотреть на эту страницу. Поэтому я быстро ввёл свои данные. Хотя я думал, что в этом фейсбуке нужно будет заново регистрироваться. Но он принял мои старые логин и пароль. И я вошёл на свою страницу. Первое, куда меня кинуло, это новости. Но поскольку друзей у меня не было, то новостей тоже. Слева были какие-то полосы. Скорее всего, это должны были быть мои друзья. Которых, к счастью, здесь у меня нету. А на весь экран была надпись. Добрый вечер. Вам тут не рады. А сверху приложение спрашивало меня, о чём я думаю. Это было странно. Оно как будто знает, что сюда зашёл именно я. Перепугавшись, я перешёл на свою страницу. Всё было как обычно, моя аватарка и мой баннер. Сверху было написано «Главное» и «Найти нечисть». Но совсем случайно я заметил, что у меня на странице была запись. Эта запись была про прошлое видео, о котором я говорил ранее. Но как так? Ведь я уже больше года не заходил в фейсбук. Как эта запись туда казалась? По моей спине уже пробегали мурашки от этой мистики. Я перешёл на вкладку «Найти нечисть». Это была переименована вкладка «Мои сообщения». Было показано, что входящих сообщений «666». Но их не показывало. Я подумал, что это какой-то баг. И решил попробовать и написать кому-то смс. В поисковике я ввёл «Слендер». И написал ему «Привет». Прошло всего 5 секунд, и он мне ответил «Привет». В этот момент у меня чуть ли не остановилось сердце. Я испугался и вернулся на мою основную страницу. Я увидел ещё одну вкладку. Это было «Мои друзья». У меня в «Друзьях» был всего-то один друг. И это был «Слендер». После приложения начал издавать лаги. И странные помехи. Я просто выключил его. Порой эти помехи появлялись просто так. Когда я даже просто сидел на ютубе. Тут одно из двух. Либо это вирус, либо это нечисть. Но я всё ещё напуган. На этом всё, бро. С тобой был Сергеонис. И, бро, не забывай ещё смотреть прошлое видео, где я разнёс Портер просто в пух и прах. Вирусим по всему интернету. Хэштег «Нахер Портер». Поставай лайк, брата. Тебе это всего-то 2 секунды, а мне очень приятно. И, бро, подписывайся на мой инстаграм. Там выходят очень крутые и страшные фотографии. Подписывайся, если не боишься. Но если боишься, то просто отпиши мне в директ. И я отвечу именно тебе. Да-да, бро, из всех тысяч человек я отвечу именно тебе. Подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супрем-банду. Ведь придёт время, и супрем-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Мы уже и так нашим хэштегом разносим интернет. Так что почти все под нами. Спамим нашим хэштегом повсюду. Не только у меня в комментах, а по всему интернету. Оставайся так же шикарным, бро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok